привет меня зовут макс мы делаем как вы помните 2d игру и непосредственно сейчас мы занимаемся созданием инвентаря на прошлом уроке вернее на прошлом и позапрошлом уроке 4.1 и 4.2 мы с вами уже достаточно много там рассмотрели по обычаю я кратко напомню что мы узнали все о том какие объекты мы будем поднимать их основные свойства и также я там сделал маленькую опечатку я сказал что мы создаем тег плееру мы создаем не тег ему а дочерний объект так что извините бывает очи пятки и так дальше мы с вами создали свишарк скрипт закинули его на игрока и рассмотрели с вами перемены которые мы используем и две функции это x y mouse функция она у нас возвращает значение текущих координат курсора и тап пресс функция которая отвечает за включение и выключение визуальной части инвентаря поехали дальше сегодня мы с вами рассмотрим такую функцию как он триггер стоит 2d это стандартная функция ой точнее извините сегодня мы с вами рассмотрим функцию подбора подбора элементов и она напрямую связана вот с этой функцией он триггер стоит 2d а то вы подумайте что эта функция то есть я написал ее сам ну то есть сам придумал нет это стандартная функция 2d коллайдер но она вызывается каждый кадр поэтому объявлять ее в методе дэйд мы не будем итак это для этой функции характерно что в скобках мы должны то есть характерно перегруз функции мы должны указать функцию значение которое она возвращает вот она указывается в этих скобках то есть в основном когда мы писали скобки мы оставляли пустые в этой функции предусматривает то что функция возвращает значение значение это типа имея тип коллайдер модель и переменная которая присваивается этот тип называется game object game object я так называл game object то есть непосредственно с этой переменной мы будем работать всегда помню что работаем мы с коллайдером то есть объекта который поднимаем поэтому напрямую мы можем обращаться сразу к вот этим вот компонентом итак первое что мы рассмотрим модуль удаления объекта мы рассматривать пока не будем это нужно будет уже аж в конце этот модуль отвечает за удаление объектов со сцены он очень простенький если нажата клавиша g ну грубо говоря то мы удаляем объект со его нет смысла даже рассматривать самое важное это вот вот этот модуль проверки нажатия клавиши и по нажатию клавиши мы заносим в инвентарь ту вещь которую в зоне которая находится точнее как коллайдер который находится вот в зоне того самого круга про которые я говорил в прошлый раз если мы проверяем условия если нажата клавиша m то тут будет очень очень большое количество условий во первых первое слове является ли у game object tag равный money что это такое как я уже говорил у нас есть с вами элементы деньги и пули которые не заносятся в инвентарь вот деньги у них тег не раз нужен этот тег другой для того чтобы случайно не занесли деньги в инвентарь там они нам не нужны деньги у нас валюта она у нас выводится сверху экрана как вы помните она считается отдельно поэтому подобрав деньги то есть если мы нажали клавишу E в пределах объекта стега money мы присваиваем переменные которые отвечают у нас за значение денег прибавляем из game object то есть из того коллайдера который находится внутри нашего круга мы вытягиваем компонент item который присутствует как вы помните на всех объектах и в компании в классе ритм у нас есть также переменная money при создании денег сейчас я вам покажу потому что возможно я это упустил тогда в прошлый раз когда я рассказывал я уже честно не помню у нас как вы помните в каждый ритм в нем множество в нем много строк мы не все из них используем но вот иногда используем и при каждой генерации объекта во время генерации карты у нас также генерируется случайное значение это money и пули и присваивается соответственно эти перемены и значение эти варьируется в определенном диапазоне то есть диапазон который уже там вы сами для себя хотите хотите быть богатым делайте больше хотите там бедства делайте меньше но факт остается фактом что в каждом объекте есть компонент items и в каждом компоненте items есть компонент money и его там мы считываем не трогая больше ничего и затем удаляем префаб этого объекта со сцены точнее мы удаляем не префаб а удаляем объект со сцены префаб то как раз таки остается у нас в папке ресурсов далее вдруг мы идем идем по карте и обнаружили мы пули у пуль соответственно свой тег у пуль ну тут тормозит у пуль тег пули также он нужен для того чтобы мы пули не спутали больше ни с чем и по аналогии с предыдущим тегом мы также пулем прибавляем значение пули из компонента item нашего gameobject и удаляем объект со сцены он нам больше уже не понадобится также теперь дальше проверка наконец то мы добрались до наших ресурсов ресурсов огромное множество поэтому код будет чуть побольше итак если у нас во первых уже начиная с этого кода мы начинаем работать с нашими ячейками с нашими массивами и если мы наш объект который попал в поле зрения имеет тег ресурсы мы запускаем цикл зачем нужен цикл цикл нужен для переборки всех элементов массива то есть всех ячейок что это значит когда у нас то есть в самом начале цикла переменная и у нас равна 0 эта перемена у нас будет отвечать за номер ячейки массива то есть и мы проверяем условия если первая ячейка массива пустая то мы выполняем следующую функцию мы берем в эту ячейку и путем загрузки загрузки ресурсов с соответствующим именем тега то есть если например у нас там gameobject имеет имя например камень да то мы загружаем ресурс камня prefab и ну загружаем его типу gameobject надо обязательно указывать что мы именно под типом gameobject сохраняем поскольку по-другому натюкается unity то есть без этого объявления нельзя вот и причем я заметил такое вот по крайней мере в моей версии 4.6 что при объявлении вот например вот таком да то есть есть еще объявление вот такое сейчас я покажу раз уже начал вот такое извините есть еще вот такое объявление оно фактически должно быть идентичным то есть что так что так по крайней мере на многих форумах и во многих видеообзорах я это слышал но как оказалось одно с другим ни одно не равно другому то есть при вот таком объявлении которое сейчас все работает при объявлении в конце не работает поэтому будем иметь это ввиду вот мы заносим значит наш объект копируем prefab и заносим его в инвентарь то есть конкретно объект со сцены мы не копируем в инвентарь это важно поскольку объект на сцене является лишь копией то есть грубо говоря если мы замесем объект со сцены объект который лежит вот здесь на сцене замесен в наш инвентарь а потом удалим его со сцены то он удалится и из вентая поскольку он является лишь копией копией объекта а не копией prefab поэтому мы вот такой вот вызываем вот как функции закидываем в инвентарь наш объект удаляем его со сцены и прибавляем в соответствующие ячейки количество этих объектов единицу так что у нас уже появился один объект на практике это все выглядит вот так вот вот мы идем вот наш объект доски мы в поле то есть если я туда нажимаем клавиши ничего не происходит подхожу ближе нажимаем клавиши оп объект исчез со сцены и объект появился в инвентаре и появилось количество объектов то есть один поехали дальше что если вот мы все еще находимся в этом цикле ну допустим ну и и break точнее мы уже не находимся в этом цикле после выполнения этого условия выполняется функция break выход из цикла тут больше нет смысла проверять ячейки мы уже занесли далее ну допустим мы подошли к следующему элементу который тоже является доской для для наглядности мне сейчас будет найти быстро вон есть доска если к ней подойду ну вот допустим мы подошли еще к одной доске взяли ее и у нас уже их стало 2 но по логике вот эта функция у нас всегда ищет пустую ячейку поэтому для того чтобы мы каждый раз не присваивали один и тот же объект новой ячейки мы делаем такую функцию мы проверяем равно ли имя нашего объекта имени объекта в массиве почему я напрямую не обращаюсь к объекту ну то есть этот объект равен этому то есть равенство геймобжектов оно не будет работать поскольку если мы будем непосредственно сравнивать то есть вот этот вот объект с объектом на сцене он у нас не будет вот этот объект равен объекту на сцене поскольку этот объект prefab этот объект его копия и он не будет ему равен потому что этот объект имеет тип object объект на сцене имеет тип gameobject уже преобразованы этот объект в ресурсах еще не преобразованы в gameobject он просто имеет тип object, поэтому обращаться мы будем к имени, потому что так проще. Обратились мы к имени, присвоили, то есть если имя равно, имя объекта, который находится у нас, непосредственно, которое мы подбираем с именем объекта массива, то мы просто прибавляем, мы уже не присваиваем объекты массива, мы просто прибавляем совпадающий объект массива, прибавляем в единицу и удаляем этот объект получается на практике, что у нас в инвентаре просто увеличится количество элементов данного типа, там камень, дерево, просто увеличивается число, то есть непосредственно с объектами мы уже не работаем, ну и вызываем функцию break, то есть после каждой записи массива нам уже не смысл делать переборку, мы уже записали. Далее мы проверяем еще одно условие, это было все, все это относится к условию нажатия на клавишу E. Итак, если у нас тег равен оружию или тег равен fire, то есть тем элементам, которые, грубо говоря, мы не можем из них ничего крафтить, то есть элементы, которые в принципе априори должны находиться в нижнем массиве, есть не смысл закидывать сразу верхний массив, я вот создал такое условие, при котором, если попадается такой тег, мы по аналогии вот с этим вот закидываем точно абсолютно таким же самым способом в массив нижний, то есть в массив альфа. Я не буду повторять вот эти же слова, потому что это абсолютно то же самое, просто объекты вот с таким вот тегом закидываются в массив альфа. А как код абсолютно идентичен, за исключением массивов, будьте внимательны, если будете копировать. Вот, собственно, и все по поднятию объекта. Давайте теперь рассмотрим манипуляции с объектом. Манипуляции с объектом у нас называются функции mouse.inf. Вот она функция ведет. Эта функция mouse.inf, она очень большая, она фактически самая большая. Вот. И мы начнем сейчас ее разбирать. Она большая, но тут очень много повторяющегося кода. Плюс она еще не оптимизирована до конца, и поэтому код вообще не работает. Как бы сейчас вы поймете. Итак, как вы помните, мы объявляли переменную craft.blue.files. Эта перемена у нас отвечает за то, во-первых, visible, вот переменная, она ответимая. Если, то есть, манипулировать непосредственно с нашим инвентарем, мы можем только тогда, когда нажимаем на кнопку внутри инвентаря, и при этом еще и инвентар должен быть включен. Если это условие не выполняется, то, в принципе, вся функция не выполняется. Если выполняется вот это условие, то есть включен инвентарь, то тогда мы можем проводить там какие-то действия с ним. Но при этом у нас также должно выполняться условие, что craft.blue, то есть вот эта вот переменная craft.blue, должна равна быть false. Что это значит? Это значит, что делать какие-либо действия внутри инвентаря вот этого вот мы можем делать лишь только тогда, когда ни в лечейках крафта ничего нет. Ну, то есть, грубо говоря, если мы с вами прошлись, пособирали инвентарь, так, и начали там. Это мы захотели сюда, кирпич мы захотели сюда, это мы захотели сюда, и потом мы захотели начать крафтить. Вот мы начали крафтить, крафтим, и потом нам вдруг захотелось переместить этот объект сюда. Уже мы этого сделать не можем. Почему? Потому что, когда мы присваивали вот эти вот объекты сюда, мы запоминали, из какой ячейки мы брали объект. То есть, чтобы в случае чего можно было вернуть эти объекты назад, мы запоминали, из какой ячейки мы брали эти объекты. При этом, если мы сейчас начнем вот эти ячейки перемещать, то мы не сможем запомнить. То есть, когда мы нажмем сюда, вот тут вот уже единичка не прибавится, если этот объект вот здесь. Надеюсь, это понятно. То есть, мы сами себя, как говорится, подстраховываем от лишних багов. Вот эта переменная, и я отвечаю за то, чтобы, если мы производим какие-то манипуляции с крафтом, мы уже не можем делать никакие манипуляции с крафтом. Вот, поэтому, если это переменная равна фауз, то есть, если мы никаких манипуляций с крафтом не производим. Ну, идем дальше. Мы запускаем цикл. Цикл этот, цикл проверки нажатия кнопки на конкретной ячейке. Что это значит? У нас есть цикл в цикле. Этот цикл отвечает за вертикальные ячейки. Этот цикл отвечает за горизонтальные ячейки. Что это значит? Если координата x больше, чем... Ну, сейчас я давайте объясню так. Сначала на игре. Тогда будет очень понятно. Ну, чтобы ничего сложного там нет. Вот. Изначально, вот оно первое слово. Если координата x больше вот этого вот значения, то есть, больше вот этого вот значения всего, и при этом меньше вот этого вот значения, и при этом больше вот этого значения, и при этом меньше вот этого значения. То есть, если координата x у нас входит вот в этот заданный диапазон, то мы тогда присваиваем, то есть если она входит в этот диапазон, то ячейка у нас получается равна нулю. Если ячейка у нас равна, то есть ячейка равна нулю, то номер ячейки массива у нас равен нулю. Если у нас, например, мы сюда нажали, то это уже ячейка 2. Как мы определяем, какая ячейка нажата? Вот с помощью вот этих вот переменных o и i. Если мы нажали на первую ячейку, у нас o и i равно нулю. То есть мы 0 умножаем на 50 и умножаем на 50. 0 умножаем на 50, все это 0, 0, 0 равно. И в результате, после всех выполнения всех действий, вот мы имеем в результате ячейку номер 1. Ну, точнее, вот эту. Если мы нажали сюда, у нас i будет равно нулю по-прежнему, то есть строка у нас по-прежнему 0. И ячейка уже первая. То есть o у нас уже равна 1, и поэтому 1 умножить на 50, соответственно, даст 50. Поэтому, когда мы будем высчитывать координату, вот к этой вот координате, которая первая, мы прибавим 50 и получим вот эту ячейку. Аналогично просчитывается все путем переборки вот этого массива. Дополнительные функции. Вот давайте, наверное, пожалуй, на этом мы закончим урок. Он будет такой. А хотя, нет, давайте не будем заканчивать. Пускай он будет лучше большой, но я расскажу полностью про эту функцию, поскольку перерывать сейчас, наверное, не желательно. Давайте посмотрим. И так, какие еще условия при этом должны соблюдаться помимо того, что координата x должна быть здесь. Здесь во всех условиях есть вот это x, что x должна входить. Ну, дополнительно проверяются еще условия. Если, например, мы еще ни разу не нажимали на ячейку, то есть hrun на x равно 0, та самая переменная, которая отвечает за буфер. И при этом, если в заданной ячейке нами что-то есть, то есть цифра больше нуля, и при этом последняя ячейка, которую мы нажимали, она не равна этой ячейке, на которую мы сейчас нажимаем. И также дополнительно, что эта ячейка не пустая, то есть в ней есть какой-то объект. Ну и, соответственно, это дополнительное условие, при котором не отображается, то есть мы не можем взаимодействовать с ячейками нижними. Если все эти условия выполняются, то мы тогда увеличиваем значение буфера, уменьшаем значение в количество элементов ячейки, и запоминаем, что последняя ячейка, которую мы нажимали, является вот эта самая ячейка. Вот я показываю визуально функцию, которую я писал. Мы подходим, берем вот эту функцию, мы нажимаем, буфер прибавляется, отсюда отнимается, все. Вот это проверка, то, что мы только что делали, это выполняется. Далее, следующее условие. Если, опять же, мы нажали кнопку в наших координатах, если уже буфер у нас больше нуля. Неважно, какое значение, главное, больше нуля. Также в ячейке, которую мы нажали, еще что-то осталось, и мы проверяем, равна ли эта ячейка, в которой мы сейчас работаем, в той ячейке, которая была предыдущей, то есть, что мы нажали на ту же самую ячейку. И что она не равна нулю, то мы еще раз прибавляем, то есть, что делает эта функция? Она делает, вот, первая функция делает только вот это, а вторая функция делает еще и вот это, то есть, мы можем взять повторно из этой ячейки. Почему я разделил это на две функции? Ну, не знаю, мне так было удобнее самому понять, то есть, когда я прорабатывал логику инвентаря. Далее, следующая проверка, она, я думаю, что вы сами тут уже разберетесь, то есть, что, в принципе, у нас координаты x, y не меняются, я уже не буду про них говорить, пока мы здесь мы будем внутри этого цикла. При этом, если у нас значение буфера больше нуля, а значение текущее количество в ячейке, с которой мы берем что-либо, равно уже нулю, и мы по-прежнему работаем с этой же ячейкой, и она не пустая, то тогда мы должны обнулить, то есть, больше мы уже не можем брать. Мы взяли ноль, больше мы уже взять не можем, поэтому при повторном нажатии мы должны вернуть все, что у нас есть в буфере, обратно на место. Вот этот код, это и возвращает мы. Присваиваем нашей текущей ячейке все, что находится в буфере, обнуляем буфер, и переменная у нас, то есть, последнюю нашу ячейку обнуляем, то есть, все, мы обнулились. Мы больше не работаем с какой ячейкой. Давайте проверим дальше. Если, допустим, у нас буфер больше нуля, и количество, то есть, в ячейке больше нуля в текущей, но мы уже не работаем с нашей ячейкой, то есть, работаем с ячейкой другой, и она не равна нулю. То есть, объясняем, что это. Это если мы, например, вот взяли отсюда один элемент. И, допустим, мы захотели... Мы взяли не этот элемент, а надо нам взять этот элемент. И мы решили взять вот этот элемент. То, опять же, все обнулиться. То есть, то же самое произойдет, если мы бы сделали вот так. Но только быстрее. То есть, мы взяли один, выбрали эту, и оно сразу обнулилось. То есть, это нужно для того, чтобы быстро обнулиться, если, например, надо взять что-то другое. То есть, функция абсолютно идентична вот этой, просто при нажатии на другую ячейку, но не пустую. То есть, если мы нажмем на пустую ячейку, вот так, то ничего не произойдет. Только не на пустую. Далее, следующая функция проверяет... Следующая функция уже серьезная. И она проверяет, равна ли ячейка, которую мы, допустим, берем-берем, и равна ли ячейка нулю. То есть, значение нулю. То есть, если значение равно нулю, то мы можем фактически все, что у нас есть в буфере, переместить сюда. Так, вот эта функция, она выполняет это условие. Почему? Вот помните, я вам говорил о том, что при работе с именно вот этим вот методом перемещения, мы должны обязательно проверять, если в наших ячейках, хотя бы в одной, в крафте, хоть что-то, хоть какой-то элемент. Вот. Поэтому она вот такая, в большое условие вышла. То есть, каждую ячейку крафта мы должны проверить еще на то, что она равна нулю. Ну и, соответственно, мы должны проверить ячейку, которую нажимаем, на то, что она пустая. Вот. И если все, 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 то условие выполняется, мы берем просто содержимое ячейки предыдущей, в которое мы работали, и присваиваем новую. Обнуляем предыдущую ячейку. Так же само перекидываем количество сред, ну, то есть из буфера количество элементов, и обнуляем буфер, и номер последней ячейки, с которой мы работали. Далее, следующее условие, которое обязательно должно присутствовать, это условие, работаем ли мы, перемещаем ли мы что-либо из нижней ячейки. То есть, допустим, вот сюда. Это важное условие, сколько работает. Здесь мы не можем один элемент отделить и положить отдельно. Все элементы у нас складываются по группам. А сюда мы можем переместить один элемент, еще один элемент можем переместить. То есть, для того, чтобы это выполнять, нам надо проверить условие, работаем ли мы с ячейкой нижней. И за работу с ней отвечает переменная visible1. И вот если visible1 у нас равно true, ну и соответственно буфер больше нуля, и массив пустой, с которым мы работаем нижним, то мы по аналогии нижнему массиву прибавляем количество ячеек, обнуляем, заносим туда наш GameObject, обнуляем старый GameObject и соответственно обнуляем старое значение количества элементов на 0. Ну, это если при условии, допустим, что мы перемещаем, допустим, полностью все. Если полностью все, то мы обнуляем. Вот, поэтому тут два условия. Если мы перемещаем и все, то есть еще не пустая ячейка, с которой мы перемещаем, то мы ее не удаляем, а просто присваиваем вот это сюда. То есть, мы эту ячейку не удаляем, потому что она не пустая. Так, и дальше, следующее условие. Мы проверяем. Проверяем вот что. Если наше значение больше нуля, вот, например, мы это взяли и захотели переместить сюда. Как видите, все эти ячейки объединились в одну. Все они объединились в одну за счет метода пузырьковой переборки массива. О нем я расскажу в следующем видео, потому что, ну, чтобы слишком много информации не подавать, пока же, если вы переместите, допустим, вот у вас есть элемент здесь. Если вы возьмете этот элемент и переместите его сюда, пока, до выполнения этой функции переборки, у вас здесь будет один элемент тут и один тут. Я объединяю ячейки, но это будет позже. На этом, на этом. Эта функция просто проверки пустого нажатия, то есть если мы просто ни почем не нажимаем, то мы ничего не выполняем. Вот, но она для этого нужна, потому как она нужна. И на этом функция, вот эта вот, переборки нашего верхнего массива, она заканчивается. То есть до этого мы работали только с переборкой верхнего массива. Но, для работы с нижним массивом, вот этот нижний массив. Сейчас покажу вам. Вот он, нижний массив. Все условия, которые были в верхнем массиве, абсолютно идентичны условиям нижнего массива. То есть я просто взял и скопировал, заменив, естественно, функция цикла только один, потому что у нас одна ячейка, сплошная линия. Ну и еще один немаловажный момент, что переменные последние ячейки у нас здесь носят имя NMAS A. А переменные предыдущие ячейки носят, переменные, носят имя NMAS A просто. Это важно. Вот, этот цикл абсолютно такой же самый. Он абсолютно точь-точь. Единственное, что здесь отличается, это, ну, координаты. То есть координаты, с которыми мы работаем. Вот, эти, работа с этими двумя ячейками я вам объяснил. Дальше, в следующем уроке, я объясню работу со всеми остальными ячейками. Он, ну, не будет фактически прерываться, я сразу начну запись.